Ну что ж, с возвращением вас мы продолжаем наблюдать за игру Empire против HR. Это у нас вторая игра. Первая игра была довольно интересная, да, я первый раз увидел игру HR. Хотя Тима, в принципе, она с августа, да, но все равно это была первая игра, которую я увидел. И полностью она меня разочаровала, да. Я, ну, честно сказать, я не увидел профессионалов, которые должны занять первое место на чемпионшипе или на интернешнл. Нет, просто я увидел, какая-то такая новая Тима, да, вроде не очень сыгранная, много ошибок, ну ладно. В любом случае, в этой катке я уже буду болеть за Empire, потому что, я говорю, они мне все больше и больше нравятся. Уже многих я все больше и лучше узнаю. Тяжелее мне будет записывать это видео, потому что горло очень сильно болит после первой игры, но ничего страшного, ладно. Все, у меня сейчас 3 часа ночи. Давайте посмотрим. Опять, усядьте поудобнее. Усядьте, есть такое слово? Усядьте. Усядьте. Короче, сядьте поудобнее. Сделайте себе покушать, там, кофейка сделать. То есть, с плюшками. И давайте посмотрим еще одну игру, опять же. Смотрите до конца, и здесь тоже будут интересные моменты, которые пойдут вам в опыт, понимаете? Ну, мы видим, что Empire забанили Джиггернауда и Сварка. Опять же. Как и в прошлый раз забанили Джиггернауда. А Hair забанили те же самых, и Виспа, и Тайда. Тайда баннер, по-моему, они в прошлой игре тоже баннеры, но Биспа точно баннеры. Empire пикает Брюмастер. И Hair пикает Венгу. Брюмастер, я уже говорил, отличный герой. Empire, в принципе, они любят этого героя, я уже заметил, да? Опять же, его сложно убивать и так далее. Ну, и Винга, это абсолютно дефолтный герой, я уже говорил. Ах, будь здоров. Но Вингу в прошлый раз пикали Empire. Да, Empire пикали. Опять Рубика пикает. Empire, знаешь, чем отличается Empire от других команд? Хотя, может быть, даже не отличие. Но все равно, они очень часто пикают тех же героев. Тех же. Вот если бы не забанили Виспа, был бы Висп Кинни, 100%. Так, но Брюмастер и Рубик, в принципе, тоже хорошие герои. В прошлой игре, насколько я помню, они тоже были. Они были точно, да. Винга тоже была. Все то же самое, короче, у нас. Скорее всего, это, наверное, повтор даже. Я случайно включил повтор, видимо. Ладно, шучу, это опять прямой эфир. Ждем пика от ХР. Реально, в прошлой игре я думал, что Дредд будет нагибать. Вообще, забудьте. Чем отличалась игра Дредда, профессионального игрока, который играет 2008 года, да? От обычного игрока. Любого игрока с паблика поставить на место Дредда. Ну просто, вот давайте представим, смоделируем ситуацию. И думаете, много было бы отличий? Я думаю, нет. Если просто взять любого игрока, который просто уже поиграл бы в этой теме, там, игр 10. То есть, сыгранность была бы. Я думаю, никакого бы отличия не было. Короче, Дредд не показался я вообще никак. Если сейчас Эмпайр выиграет в этой игре, а здесь до двух побед, да, идет. Если Эмпайр выиграет, значит, они, ну, как вам сказать, одержали полное доминирование, правильно? Они выиграли абсолютно заслуженно. ХР, значит, абсолютно не готова идти дальше. Они попадут в сетку лузеров, скорее всего, сколько я помню. Или вообще вылетят. А, подождите. Ну там посмотрим потом. В любом случае, ХР пикает Пака, потом банят аппарата. Смотрим, чем ответят Эмпайр. Сейчас мы будем вообще с камерой летать. Забанили Дроп Рейнджер. Наверное, наугад просто нажали. Не знаю, почему Дроп Рейнджера не забанили, но ладно. Сейчас, скорее всего, ХР забанят Пуджа, наверное, какого-нибудь. Ждем бан от ХРчиков. Вообще, знаете, как говорилось, типа, ХР это Тима, где собраны пять профессионалов, самые топовые игроки. Ну, самые опытные, но пока что-то я вообще не заметил этого. Линку на марту. Вот это топовый игрок. О-о-о, че-че-че. Так, забанили Дума. О-о-о, да, смотрите. ХР не понравилось, что есть Дум. У Эмпайра, как в прошлой игре. Неужели Хэр пикнут Марту? Да вы что, шутите, что ли? Дубль два? Эмпайр забланили Чена, пикнули Люкан. Люкан шикарнейший герой, я уже говорил. Тоже очень сильный кэрри, лейт, очень сильный. Опять же, если будет у него фарм, если его не будет доставать, посмотрим, короче. Опять, я говорю, смотрите до конца, обязательно. Потому что очень много людей получает опыта именно из таких игр, понимаете, из профессиональной лиги, из турнирных игр и так далее. То есть, даже, например, учась на их ошибках, учась. Какие-то новые русские слова мы узнаем, учась. Нет, такой слов, наверное, есть, учась. Ладно, неважно, короче. Мы ждем, что у нас пикнет ХР. Видимо, они увидели Люкантропа и перепугались до потери сознания. Ну, смотрите, Эмпайр молодцы. Они прям уверенными шагами идут к победе. Если сейчас Эмпайр выиграют, насколько я помню, они будут играть против ПР. Так, Дизраптор, да, тоже очень хороший герой. В первую очередь, он полезен тем, что у него есть как и сало, ульта, очень сильная ульта, так и второй скил, который возвращает врага. То есть, великолепный гангер. Он может, в принципе, и соло убивать, легкую практически. То есть, бежит за кем-нибудь, враг убегает, он возвращает вторым скиллом, ставит барьер, ультует, первый скилл и минус 8 человек в секунду. Посмотрим. Опять же, Дизраптор, это хорошая контра Люкану. У Люкана скорость фиксированная 650, когда он волк. Люкан убегает, Дизраптор возвращает. Антигерой, привет. Поэтому, Люкан, пожалуйста, не будь тупой амартой, не нужно собирать линку, собери БКБ, и все, и ты победил эту игру. Мы видим, пикают роля, тоже очень хороший герой. Кстати, у них необычный пик, очень необычный. Если вот посмотреть на пик ХР, да, у них просто какие-то такие саппорты, помощники там, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. А вот Эмпайр прям мощь, такую мощь, да, три героя, да, Бримазер, Люкан, троль, просто напикали мощь. Парни хотят выиграть эту игру, видимо, я вот вижу, по пику. О, СФ, о, когда пикают СФ, знаете, всегда обозначают интересную игру. Кто бы не хотел видеть СФ, очень редкий герой на турнирах, но он, безусловно, очень сильный. Я всегда так говорю, что Люкэр, господи иисусе, что я говорю, что СФ очень сильный герой, Шадом Фью, один из сильнейших Кэрри, опять же, если все нормально, он, видите, у него есть минус, что он тонкий герой, то есть, если вначале его не будут обоссовать, все очень просто. Если они СФ ставят на мид, пускай всю игру, всю игру, ну, видите, у меня уже язык заплетается, короче. Ладно, не обращайте внимания, я уже реально устал говорить и горло болит, ну, ладно. Если СФ идет на мид, самое главное, поставьте к нему саппорта и все, который будет его сейвить, все, что от вас требуется. Мы видим, что Эмпайр забанили Войда. Вы спросите, зачем, без понятия. Я не думаю, что ХР пикнули бы Войда, но что такое стадия бана? Это называется из оставшейся кучи героев и сотни практически, да? Ты должен угадать, что пикнут враги. Он подумал, что это будет Войда. почему-то, ну ладно. Мы видим, что ХР забанили Даззла забанили, тоже очень хороший герой, но я уже говорил, я считаю, что Омник будет лучше Даззла. К сожалению или к счастью это так. Омник лучше будет сейвить. Все, ждем последний пик от ХР. Посмотрим, Рубик у них тоже будет скорее всего Роминг будет гуляющим Рубиком, который будет собирать Даггер, как обычно, короче. Это правильно, это самый правильный вариант. Что такое Рубик? Рубик, бегай, прыгай и кради. Все, слоган, я придумал слоган для фирмы. Вот кто-нибудь открывайте фирму под названием Рубик и слоган бегай, прыгай, кради. Ха-ха-ха. Банк, банк, откройте. Будет банк называться Рубик и слоган бегай, прыгай, кради. Да, не смешно, ладно. Не, хотя бы было немного смешно, мне кажется, ну ладно. Ждем последний пик от Эмпайр. Мы сейчас болеем за Эмпайр, потому что реально очень сильно вдохновляет, то есть видна именно мощь нашей команды. Хотя они обе нашей команды. Пикнули они Огор, тоже очень хороший герой. То есть получается сейчас у них есть ну грубо говоря три стана у Эмпайр. Это Брюмастер, когда у Брюмастера есть замедление, но это не стан. И у него есть ульта, там есть у него стан и ветра. То есть два стана грубо говоря. Ну ветра это не стан, но все равно. Ладно, короче, у Брюмастера у Рубика есть поднятие и Огр. Мы видим, что Дредд играет на Винге. Не спешат они брать героев. Ладно, сейчас все пикнут и мы посмотрим уже нормально. Давайте разбирайте, разбирайте. Кто же возьмет Брюмастера? Во, мы узнали. Смотрим на пик. Горец играет за Пака. Гуд играет за Дизраптора. Артес играет за Бристол. Дредд играет за Вингув. Афония играет за СФ. Эмпайр Йоки играет за Брюмастера. Алвей играет за Огр. Потом Резолюшн играет за Люкан. Алоха играет за Рубик. И Сайлант играет за Тролль Варвар. Сайлант Силант Сайлант Ладно, неважно. У меня великолепный английский язык профессиональный. Почему у меня камера автоматом я не понял. Я же профессионал. Ставим свободную камеру. Зрители 37000. Видите, да? Прямой эфир. А они сейчас набегут. Только начало будет примерно около 50. Стандартно. Все. Смотрим на игру. Управляем камерой. Мы видим, что Бристол Бэк пикнули. Молодцы. Кстати, Бриста взяли последним пиком. Мы даже не заметили. Хэйр взяли Бриста. Бриста брали ВП Поляр. ВП Поляр брали три игры подряд. Бриста. Три игры подряд. Против Беспастини. Так, видим, что Палет Вард просто расправляется злобно. Все. О, у нас СФ с Арканой. Молодец. Крутой СФ, видимо. Наверное, сэкономил с обедов, купил себе Аркан. Красивый Аркан. Кстати, у кого из зрителей есть Аркана и он хочет сделать приятное профессиональному комментатору, то есть мне, можете подарить мне Аркану. Я буду, в принципе, не против, как и странно. Да, я не буду возьму ее. Ну, чтобы красивые видосы были с Арканой. Сделайте, короче, мне дадите СФ Аркану на СФ, короче, дадите, да, я сделаю сразу же Лесплей на СФ или Гайд, или Соло ПВП, что захотите, короче. Мы видим, нападает на ежика, я прям почувствовал очком шоколадным сразу. Артес, минуса нуля Артеса, пытался выжить, но его минуса нуля, вы видели, я практически выжал, заюзал, короче, колбу, Регена. Возвращается обратно ежик. У нас, давайте пробежимся по лайнам, на харде у Эмпайр стоит Трипла. Интересное решение, стоит Огар, Рубик и Тролль. Стоит против ежика, стоит против Артеса и Дизраптора. Трипла против Триплы. Кстати, вот такое редко происходит, но молодцы. против Венги, Дизраптора и ежика. На миду стоит у нас Люкан. На миду стоит Люкан, да вы что, прикалываете что ли? А почему не Брюмастер? Эмм, вот опять, кто мог угадать, что будет стоять Люкан? Посмотрите на это мясо, как он будет стоять против СФ, вы о чем вообще говорите? Окей. Кто-то начинает совершать ошибки, ну ладно. На миду стоит Люкан против СФ. СФ очень сильного Кэрис Коевани. Потом на харде у ХР стоит Пак и на Изи Лайне у Эмпайры стоит Брюмастер. Почему не пошел в Хорду? А знаете в принципе почему? Скорее всего они хотят сделать акцент на Брюмастера. То есть хотят сделать победку через Брюмастера, поэтому его отправили на легкий лайн против Пака. А Люкантропа отправили типа чтобы он просто терпел. То есть они не хотели чтобы Брюмастер стоял и терпел и был без фарма. Здесь Брюмастер гораздо легче фармить. Но безусловно миллион раз легче, потому что у этого видите у СФ уже 18 душ у него уже атаки просто офигища вы видите да почти сотни атаки. Еще плюс Коево господи Иисусе роди меня обратно. Просто вообще машина смерти. Правильно сделали что поставили суппорта без саппорта никуда. Все. Надо сосредоточиться и следить за картой. Так давайте я что-нибудь выберу по итамам. Ой нет нет да да по фарму поставим и наблюдаем за картой. Просел у нас по ХП Брюмастер нормально. Мимо мимо сделал сферу Орб Опа Так возвращает вот я вам говорил возвратка работает. Ну что же забирают не забирают забирают у нас дизрапторы забирают Огр Огр забрали скорее всего заберут да у него маны полно забирает увидите тролля и Рубика 3 2 3 полки отдали Ооо Брисбэйкл это плохо ёжик отдали триполкил Посмотрим итог боя 3 в 1 размен Умер Тролль Рубик и Огр Разменяли на дизраптора Очень много голды получил у нас ёжик и опыта Ооо Ооо Матерь Божья что происходит То есть как я понял Эмпайры они что-то не хотят побеждать и возможно будет 3 карты но мы не будем загадывать вот что-то пока печально идет у них все Ну это в принципе трипла на триплу Очень жесткая рака Наверху смотрите Опа забирает Брюмастера СФ Вы видите СФ делает свое дело Не зря в принципе Аркану покупал Не зря экономил на обедах И хочет пойти на Рубика Смотрите Опа Мимо Молодец Продавай Аркану Обратно Обратно Ладно Я шучу Нормально Почему Койл Мимо Я не понял Как он не рассчитал Койл Честно Так 4-2 В пользу ХР Мы смотрим на Крипстад Первое место СФ Которому на Меду Никто не мешал Легантроп Никак не мог помешать СФ Мы видим Сейчас Забирает Огра Скорее Сего Да В любом случае Его забирают Все Забрали Огра Потом Винга У нас Умрет Винга Не Умерла Умирает У нас Тролль Не умирает Тролль Уходит Тролль 5-2 В пользу ХР Пока Все Очень Плохо Идет У Эмпайр По графику Вы видите Больше 2000 Идет На ХР Ну Что Смотрите Так Все Понятно Понятно Что Опыта И бабла Больше Тупой Даун Поймет Что У нас У Брюмастера У него Есть Целый Тап А Еще Куру Убили Молодцы Короче Все Появляется Ульта У Брюмастера У него Есть Ульта Есть Мана На Ульту Как я понял Да Видимо Будет Три игры Хотя Вспомните Мои слова Люконтроп Очень Сильный Кэрри Чувак Просто Начни Фармить Фарми Фарми В лесу Иди В лес У тебя Есть Сраная ДД Начинают Буд Гангать У Люконтропа Тоже Есть Ульта Так Пак Потихонечку Проседая Смотрите Сейчас Пак Сделает Орб И Все Ладно Забейте Короче Ладно Я не знаю Что это было Просто Я в ужасе Возвращает Обратно Огра Нет Огра Увидели Ганг Все Что Нужно Было Чтобы Просто Брюмастер Напал Соло Сначала На Пака Пак Отпрыгнул А его Здесь Принял Былюкан У которого Есть Ульта И ДД Почему Эмпайры Начали Косячить Я не знаю Честно Может Мы будем Болеть За ХР Кстати Уматная Тактика Болеть За Тех Кто Выигрывает Да Реально Вот Сейчас Мы Смотрим Вторую Игру ХР Здесь Они Играют Гораздо Лучше Ну Посмотрим Не будем Загадывать Мож В первой игре Просто пошел Что то не так У них Здесь Мы Видели Трипл Килл От Бримастера Трипл Килл Сейчас Будет Ганг Опа Возвращает Ёжика Ёжика Больше Нету Все Тролль Выживает Все Все Стягиваются На низ Они Бегут За Дизраптором Это Ихняя Ошибка Огры Мастер По фиду У нас Забирает Огра Без Вариантов Все Тролль Че Тролль Выжил Да Тролль Вы Видите Это Да Ну Давай Убей СФ Все Убили СФ Убили Люкантропа Убивают Дизраптора Убивают Убивают Бримастера Ну В два Два Размин Убивают Убивают Огра Ой Убивают Пака Убивают Огра Короче Это Бред Полный Хорошая У нас Потусовка И убирают Именно Убирают Вингу Уберите Вингу Убрали Вингу Из игры Молодцы А Смотрите Да У нас Люкантроп Получил Двойное Убийство Он Сделал Минус Два Но Люкантроп Это Не Марта Как В прошлой Игре Он Начинает Покупать Полезные Рты Это Владмир Начинаю БКБ Собирать Реально И все И побеждай Игру Мы Увидели Хороший Замес Первое Место По Крип Статус ФМ Потом Идет Тролль И Люкантроп То есть Три Героя Из Тима Эмпайр Это Тоже Очень Хорошо Смотрите Вы Видите Несмотря На то Что Можно Подумать Типа Ой Хэр Там Кого-то Убивает Он Импайр Все Хорошо Идет Все Хорошо Идет Так Давайте Включим Так Тихо Тихо Осторожно Смотрим Замес 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 Так Тролль 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 У нас Умирает Умирает Тролль Умирает Пак Потом Рубик Своровал Способность Пока Не видно Какую Умирает Не воровать Возвращает Обратно Огр Перехвалил Перехвалил Минус Три Минус Три В один Так Люконтроп Пошел На Рошана Его Спалили Ааа Волка Убегай Убегай Возвратка Есть Нет КД Пускай Бежит Кто-то Просрал Рошана Так Давайте Мы сделаем Вот Убий смертей 5-1 У Венги Опять Настилило И что ты хочешь Хотите сразу Что ли Лол Так Забирает Дизраптора Поехали Ультанул Сфф Никуда Практически Давай Давайте 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 Молодцы В принципе У них Есть Шанс А Забирают Венгу Огр Тоже Подох Сф Убивайте Сф 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 Сдох У него Оега Кому-то Жопа Кому-то Жопа Сф Все Появился Убивает Он Да Бремастера Забирает Забирает Пока Ну что Сф Давай Огр Нет Он не смог И убивает Тролля С Рубиком Ну Рубика Еще раньше Убили Жалко Конечно Блин Ну давайте Эмпайр Давайте Давайте Вот если бы Тролля Убил Этого Сф Было бы Хорошо Смотрим На исход Боя 4 на 4 4 на 4 Много Бабла Получилось В общем А Видите Какая Иконка Неправильная Типа Сф Умер Хотя Там Была Аекис Это Дота Недоработана Видим Что Много Денег Получил Сф И Ёжик Ну И Лукан Троп Лукан Выжил Это Очень Хорошо Мы Будем Болеть За Тиму Который Начинает Проигрывать Это Тоже Очень Хорошо Давай Люкан Давай А Он Собирает Да Медалька Тоже Великолепный Итем На Люкан Троп Хороший Итем Это Медалька Мы Видим Что Первое Место Сф По Убийствам Идет Так Добит Татьяна Так Секунду Я смотрю На Карту Секундочку Вот Сейчас Будет Замес Забирает Ну Рубика Забирает Забирает Рубика Потом Убивает Брюмастера Вот Она Ульта Дизраптора Помните Я вам Говорил Вот Она Ульта Дизраптора Это Сало Минус Два Счет 19 11 Это Уже Печальный Счет Конечно Так Так У нас На Медуз Здесь Пытается Люконтроп Пропушить Мы Видим Что Их Обходят Под Смоком Ну Я Думаю Это Минус Два Давайте Мужики Увидимся Так Убивают Тролля Убили Тролля Ежик Убил Соло Тролля Убивают Сейчас Огр Давай До свидания Убивает Огра Ну Видите Да Второй Раз Минус Два В ноль Просто Так Для Прикола Кучу Баблав Получает Ежик Унес Давайте Быстренько Итем И глянем Очень Много Вы видите Сколько Денег Я вам О чем Говорил О чем Я вам Говорю Смотрим У Пака Ну Талисман Целый Собран Дисраптора Может Даже Вообще Смотреть У Бризбек У него Куча Баблища Он В принципе Может Пойдет В Тараску Прям Сразу Он Хотел Собрать ВГ Но Наверное Пойдет В Тараску Ему Бабо Идет Море Так Возможные Сейчас Будут Бои У нас Вот Видите Стягивается 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 Первый Пошел Кто У нас Здесь Венга Так Венга Слапнулась Нормально Все Венга Венга Сдохла Потом Увидим Убивают Так Нет Нормально Все Ну Это Хороший Замет Для Эмпайр Был Хотя Венга Бесполезная Ну Я имею Ввиду Герои Великолепные Я имею Ввиду Сейчас Убивать Не так Ценно Смотрите Опа Забирают Они Дизраптора Ну Дизраптор Не тоже Забудился Он просто Не видел Их Под Смоком Как ни Странно Сэфэ Решил Понаглеть Давайте Парни Давайте Покажите Мастер Класс Вытащите Доту Из жопы Все Уходят Что На замеса Больше не будет Все нормально Да Давайте Быстренько Пока уходите Я хочу Стату Глянуть У всех Поехали Так У Ёжика Да Собрал Все таки Он ВГ И покупает Сэнджи Он будет Наверное Собирать Сэнджи Яши Или будет Собирать Алибарду Скорее Он соберет Алибарду Я бы собрал На его месте Алибарда Великолепный Итум Очень многие Недоценивают Алибарду Кидаешься на Люкантропу Бесполезный Кусок Потом Смотрим У Сэфэ У нас Маднесс Сэфэ С Мидасом И Маднессом Неплохой Закуп Маднесс На Сэфэ Это Тоже Древняя Тема Так Да Помните Я вам говорил Про Возврат Люкантропа Вернули Пока Люкан Хотя Он сделал Не по таймингу Да Он вернул И не заблочил Но все равно Вернули Люкан Собери БКБ Пожалуйста И все Просто Саный БКБ Да Видите Вот уже видно Что Эмпайр Начинает Раскисать Типа Мы все Проиграли Так Все Возвращает У нас Огра Умирает Брюмастер Ну все Здесь полное Доминирование Все Слапается На Огра Умирает Огра Они уже Могут Писать ГГ То есть Смотрите В принципе Команды Получаются Равные Да Или Здесь Два Варианта Или Команды Равные Или Просто Прошлую Игру ХР Сильно Ошиблись Потому что Сейчас 24 13 24 13 Это не Хухры Мухры Это Полное Доминирование Может быть ХР Реально Покажет Себя Видите Убирается Значок Так Мы Не пропустили Ни одной смерти Понимаете Вот он Профессионализм Давайте Быстренько Побежимся По Итемам Так Даггер У Пака Потом Идем У Дизраптора Ничего нету Скорее всего Будут собирать Аганим Для ульты Тоже Великолепная Вещь У Бризбек Видите У него Все то же самое ВГ Так Тихо Тихо Все Почти Убили Дизраптора Но она Свапнулась Так Смотрим На замес Куча Мала Какая-то Все Убивают Дизраптора Все же Убивают Рубика Убили Рубика Убили Венгу Убили Сейчас Завес По всей Карте Не могу Успеть Так Вот 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 Все Продолжает Убивает Убивают Пока Мы видим Убивают Сф Смотрите Да вы Че Гоните Красавцы Эмпайр И убивают Нет Вот вы Уходи Дурак Уходи Уходи Молодец Все Просто уходи Пытаются Убить Ёжика Но это Очень опасно Не надо Не надо Просто не надо Ёжик В принципе Мог бы Убить Их Двоих Спокойно Вы видели Великолепный Был замес Показать Итог Боя Один На четыре Рубик Это даже Можно даже Не смотреть на него Это саппорт Которого Можно Разменять Очень много Голды Получил Две тысячи Получил Тролль Две тысячи Потом Ну Семьсот Люкан Тоже Весомый Аргумент Молодец Вот Сейчас Был Великолепный Замес Я Очень Раза Эмпуэр Смотрим Итемы Еще раз Так Я Начинаю Смотреть Итемы Да И сразу Замес В любом Суча Перестепенно Это Замес Давайте Я быстренько Пролистаю Вы Сами Смотрите В уголок Давайте Сделаем Так Я Сейчас Скажу Героев И смотрите Пак Дизраптор Потом Ёжик И Замес Убогая Ульта Просто В ноль Так Мы видим Делают Прокаст На Тролля Нормально Забирает Вингу Тролль Жит Здоров Хотя Ему Больно Он Должен Выживет Все Расход Так Мы Смотрим Да Все То же Самое У Бризбек Нет Он Решил Собрать Сэнджи Яша Хотя Лучше Были Бардо Потом Винга Медалька Молодец У Сэфэ БКБ Маднес И Медас Мы видим Что потихонечку Пушат Низ И уходят Все Попушили Дальше У Брюмастера Есть Даггер Но это само собой На 20 минуте Потом Огар У нас Солринг Тоже Медалька У Люкана Я говорил Да Что это Нормальный Арт Стоп А что он Вообще Покупает А подождите Но он не покупает БКБ Ну что ты творишь Заколебал уже Почему они Так тупят Постоянно Он скорее всего Будет сейчас Керацию собирать Или что Посмотрим Короче Смотрим дальше У Рубика Нету еще Даггера Так тихо Тихо Смотрим на карту Стоп 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 Нормально Все нормально Смотрим У тролля БКБ Красавчик Обожаю Обожаю Красавчик Да Вот обожаю Когда я собираю То что нужно Собирать Тролль БКБ Тоже Очень сильный Герой Молодец У него есть БКБ У него есть Яша Для стат И для скорости Тоже Будет Будет битва Ну что я вам Говорил Что Эмпайр Могут Вытащить Я вам Говорил Говорил Что у них Великолепные Литовики Что Помните На самом начале Я говорил Что У этих У Эмпайр Мощь Три героя Мощь Сейчас Я вам Говорил Что Ликантроп Влейте Затащит Опять Размен Три на один До этого Был Четыре на один Все Собираются Все Герои Я Кого то Нажал Да Да Так Извиняюсь Смотрю Что Это Все Героев Потерял Все Живы Здорово Он Решил Собрать Первым Итем Фур Стув Фор Став Ладно Палка Толкалка Старое Доброе Название Палка Толкалка Понимаете Молодцы Эмпайр Если они Сейчас тоже Выграют Они Реально Они Просто Станут Командой За которую Я буду Чисто Болеть Просто Болеть Вы Видели Что Все Было Против Против Них Смотрите Графики Да Смотрим Что Разница Вы Видите Как график Переломный Момент Была Разница В 10 Тысяч Теперь В 2 Тысяч В пользу ХР То есть Разница Падает До Нуля Вы Чуете Запашок Запашок Не Передержа Запашок Победы Опыт Все Опыт Перевалил За Эмпайр То Эмпайр Переворачивает Игру Все Очень Просто Я тут Пока Летаю Делаю Вид Спутника Вот У нас Здесь Сэфэшка Давайте Убейте Сэфэ Ой Я не знаю Нормально ли Когда Сэфэ В Про Играх Собирает Маднес Я согласен Что Можно Такой Итем Собирать О Смотрите Возврат Пока Он Может Уйти Видели Да Тайминг Киньте Мем В лицо Дизрафтеру И напишите Там Т Тайминг Он Сделал Возврат Но Он Не Смог Сделать Барьер Правильно У нас Какие-то Замесы Происходят Непонятные Ну Да Видите У нас Выжил Бримастер Это Очень Хорошо Наверху Там Кусают Нет Пока Не кусают Просто Палят Давайте Быстренько Пробежимся По Крип Стату Первое Место У СФ Он Очень Много Фарен При этом Он Умирает Просто Если Тролль Будет Бить СФ СФ Будет Умирать Зачем Он Собрал Маднес Против Тролля Я Не Знаю Так Дальше Идем Дальше У нас Идет Ёжик По Фарму И Три Героя Из Тима Эмпайр Смотрим По Убийству Смерти 8 8 Героев Убил СФ Вообще Мы Не Можем Забыть Про СФ СФ Реально Делает Вклад То СФ Хорошая Статистика Хорошие Статы У него Лучший Крип Стат Лучше КДЕ Ой КДА Так Тихо Тихо Возвращает Все нормально Все живо Здорово Эмпайр Фанатики Альянс Смотрите Эмпайр Перешли В Пуш Перешли В Пуш Давайте Быстренько Глянем Итем Эмпайр Сов Так Бремастер У него Есть Даггер И Начало Аганима Огра Говно Он Будет Собирать Тоже Аганим Скорее Сего Тихо Тихо Все Уходим Немного Подлагивает Да Будет Замес Влетает Пак Делает Проказ Все Мимо Ультанул Сэф Просто Убогая Ульта Давай Сэф Врубаем Однес Так Умирает У нас Бремастер Убейте Сэф Пожалуйста Умирает У нас Сэф Потом Тролль У нас Тролль Давай Детка Давай Умирает У нас Винга Умирает Тролль Умирает Скорее Сего У нас Люкантроп У него Есть Аега Да Ну нормально Так Пока Игра Продолжается Нет Нет Им Очень Сложно Убивать Ёжика Очень Сложно Умирает Огр И Рубик Ну ты Че Даун Такой Ты мог Уйти Иди Вот Кусок Че Вы Делаете Ну Эмпайр Сделал Немного Неправильно Он Просто Тупо Отдал Двоих Героев То есть Когда Убивали Люкантропа Они могли Двоем Уйти Потому что Его не спасти Было Никак Но почему-то Огры Рубик Решили Отдастся Ну ладно В любом Смотрим Смотрим По Давайте Сделаем Таким Вот Образом Общая Ценность У нас Да Это Вот Общая Ценность Сколько Нафармил Герой Уходит Пак На базу Ну Все Люкантроп У нас Че у него Ну я Говорил Помните Про Кирасу Да Что он Купил Этот Итем Не знаю Почему Кирасу Он решил Собрать А не БКБ Раньше То есть Почему-то Он Перевернул Порядок Ну ладно Смотрим Быстренько Итемы У Пака У него Даггер И Аганим Есть Потом У Дизраптора Я подумал Что дота повисла Нормально У Дизраптора Есть Начало Аганима А на полном Такое было У него Всю жизнь Потом Бризбек Да Или Ёжик У него Есть ВГ БКБ Сенжияша У СФ Есть БКБ Монто Стайл Есть У него Маднес Медас И Тапок Бремастер У него Есть Даггер И БКБ Он Почему То Решил Собрать Раньше БКБ Чем Аганим Но В любом Случа БКБ Это Один Из Лучших Артов Доти Потом Огрек Клаб Ой Господи Огрек Клаб Прикиньте Огрем Ак Короче У него Начало Аганима И Гем Помните Я вам говорил Про Гем Да Опять Купили Гем Хотя Инвизоров Нету Замес 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 Тихо Тихо Нет Не стали Ёжика Вообще Очень сложно Убивать Как они Будут его Убивать Так Возвращают Бремастера Не было Ничего Дальше Так Тихо Тихо Все Начинает Замес Как Разобрали О Господи Разобрали Тролля В говно Потом Люкантроп Умирает Скорее Сего Да Здесь Выиграли Хэйр В этом Замесе Нет Люкантроп Выжил Прикиньте Выжил Люкантроп Умирает У нас Огр Потом У нас Короче Принцип 2-0 Получается Что Ну-ка Подожди Ну да 2-0 Вот сейчас Реально Маднес Да Повлиял Повлиял На замес Потому что Сэфэ Под Маднесом Просто В говно Стер Тролля Просто Стер В говно Так Все нормально Ну вот теперь У Сэфэ Просто Шикарнейший Пуш Потенциал Потому что У него Нереально Много Дамаги У него 5к Голды 5к Голды Опять Смотрите Помните Была разница 2000 Опять В 9000 Разница Стала То есть Эмпайр Опять Начинает Проигрывать Да Тяжело Опять же Они Тоже Могли Собрать Алибарду Почему Вы такие Глупые И не можете Собирать Этот Итем Собрали Алибарду Кинули На Сэфэ Все Сэфэ Не бил У Сэфэ Просто Офигенное Количество Артов Смотрите Ну просто Он купил Баттерфляй Да Здесь Уже Все Почти Шесть Сватов У Сэфэ Шесть Сватов Почти Так Скоро Появится Рошан Будет Борьба У нас За Рошана Брисбэк Купил Баш Первый раз Вижу Башер На Брисбэка На Ёжика Рубик Вол Нормально Живой Так Тоже Купил Гем Венга Купила То есть Теперь У каждой Тиме Есть По Гему Да У Люкана Есть Гем И У Этих Есть Гем У Венги Ну что ж Пока Тима Фарми Давайте Это Да Сейчас Включу Вам Крипстат Добито Отнято 250 Ну вы Видите Да Что Полное Лидерство СФ Без Вариантов Он В принципе Много Фарми Очень В лесу Был Все Замес Который Очень Много Порешает Это Называется Замес Перед Рошаном Все Мы Видим Так Начинается Поехали Убивает Рубика СФ Смотрите Просто Нарезает Говно В двух Местах Замес Нет Это ГГ Убивает Тролля Убивает Огра Смотрите Три В ноль Так Брист Убегает Люкан Убегает Три В ноль Плюс Рошан Ох Да Эмпайр Эмпайр Был У них Шанс Победить Но СФ Просто Очень Много На фарме Невероятно Много Это Уже У нас Третий Рошан Выпадает Сырок Ну Я думаю Вы уже Понимаете Здесь Да ГГВП Давайте Быстренько Глянем Тогда Графики Разница Уже Больше Десяти Тысяч В пользу ХР И Больше Десяти Тысяч В пользу ХР По По Голде И По Опыту Потом Короче Быстренько Итем И давайте Глянем Хотя Сейчас Будет Замес Тихо Тихо Ждем Аегис Взял У нас С Ф Само С собой Как Очень Сильный Кэрри Дамагер Это Мейн Кэрри Идет Ну Давай Братиня Так Все Начинаем Слапы Трикантропы И поехали Нарезать Так Умирает Эвенга Умирает Дизрафтер Смотрите Как хорошо Пошел Красава Ой Как Хорошо Умирает Короче Ёжик И Умирает Пак Да Ладно Да Вы Че Гоните 5 В Ноль Будет Он С Ф Просирает Ха Алло Ну Что Неплохо 5 В Ноль Вот Кто Мог Так Присказать 5 В Ноль С Ф Просрал Много Голды Получает Очень Много Голды Получил Огр Это Вообще Вклад Офигенный 5 В Ноль Офигеннейший Замес Вообще Никак Не Реализовал С Ф Аегис Просто Никак В принципе Без С Ф Они Могут Пробовать Снести Смотрим На Люкантропы Давайте Давайте О Молодцы Смотрите Первая Сторона Давай 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 Просто Сносите срать носи и пей пей молодец и это бей все выкупились просто все выкупились они не сломали ладно один товар нормально все умер тролль сожалению скорее всего умрет панда хотя он может сделать даггер спрыгнуть даггера давай чувак он не может прыгнуть у него еще много будет ульта работать давай давай красавчик давай нет увы и ах нет он пытался но увидели моего манцева как мог ну снесли короче ближний барак да почему ты мы видели здесь был момент их не ошибка в том да что когда дизрафтер поставил круг и потом ультанул они некоторое время стояли в носу ковыряли и пердели хотя они могли сразу сносить барак они могли они могли снести два барака могли они этого не сделали что будет разводить на выкуп или пусть носить посмотрим какая была удача до такой это шанс на миллион сделать минус пять было ну что ж все основном это начинают сносить line cf сносит барак немножко подлагивает да мы думаем что будет нормально тоже снесли короче барак но они снесли дальний бой а эти снесли ближний бой здесь нас остался дальний из ближний тоже помню где-то была игра он был чемпионат или просто моя игра тоже такой бред короче долгая игра была в итоге на всех лайнах были пронесены по одному бараку то есть каждый line был с одним бараком разным то есть люди короче не доводили дело до конца это тоже ошибка многих пошли сносить line сделать так чтобы у тебя получилось то есть до конца снеси line вот они сносили мид да они могли снести два барака в итоге снесли один барак половину второго и просто тупо сдохнули сдохнул подох тролль короче и подохла панда хотя они могли подохнуть снесят барак басня такова да начал делать делать до конца если есть возможность снести барак даже отдавшись на си так смотрим по фарму офигеннейшая стату ус и ф 300 крипов он просто тупо 6 лотов на рамка бы будет собирать все идут под смоком это мы быстренько глянем до упака есть даггер все тоже самое он скорее всего будут дагган собирать или будут копить на выков на выкуп я уже очень сильно устал честно именно говорить но мы должны до конца обязательно убивают рубика в говно моментально потом очень много впитывает дамаги люкан умирает люкан раскастовывается сф умирает о какой как плохо тролль умирает умирает дизраптор умирает о гор это гг видимо и они бегут бегут за бандой панда фолова ну чтож а 3 в 1 до получается плюс выкуп 41 то есть опять же выкуп был бесполезен он из-за выкупа потерял 1800 голды представьте на пока затишь давайте быстро критом и глянем так упака до даггера гонима наконец-то у дизраптора гоним появляется у брестов бэк у него в г бкб снж яша баш и он будет собирать а кирасу потом а у венге есть пт медаль и урна усов и вообще офигенный и тому у него есть бкб madness хотя модель сама просто тупо мне поменять другой и тому может продать этот и там в лете не знаю смысл от него не будет бкб madness потом мантастайл баттерфляй и скорее всего будет мкб очень хороший итем для дамаги плюс у тролля есть у ворот когда он не у ворота типа иммун физ урон когда он делает топора топоры топора подождите не помню там а да да у ворот все правильно наши у него не ему не просто не помню вот теперь точно сказал именно у ворот работать поэтому витя сф очень хорошо идет мкб очень хорошо дальше идем брю мастер у него есть даггер почему они больше собирают что за бред а у него есть даггер есть бкб и паш кто брю мастер собирает паш а у грим и у гримаги короче или просто огор он так и не может собрать аганим хотя саганимом это был бы плюс один стан дальше идем люкантроп у нас есть баш есть медалька есть кираса есть влад мир и тоже может быть будет мкб ой а до мкб посмотрим что он хочет собрать рубика нету даггера не знаю почему он решил собрать просто вместо даггера собирает рубика аганим сейчас будет тоже хороший замес и у тролля есть бкб доминатор да у него сэнджи яша как я вам говорил скорее всего тоже будет а да они сейчас будут собирать мкб против сфл сф же появился butterfly ну насколько она смотрит сейчас 55000 помните он говорил поэтому да дата видеть немножко подлагивает смотрим по крипстату 340 у нас это первое место потом идет у люкан и дальше идет ёжик общая ценность первое место сф перри фармил на 5000 ёжика и на на 7000 больше чем у люкантропа так смотрим что происходит появился рошан есть руна внизу сейчас опять будет битва за ровшана битва за ровшана потом по убийство смертей так смотрим первое место молодец 15 5 потом идет ёжик очень горях и р принципе да должны выиграть заслуженно или empire могут выиграть сделать переворот но у них так хороший момент был тогда да когда они сделали минус 5 это вообще на один на миллион просто момент и они не смогли просто тупо снести два барака это их не ошибка просто грандиозная грандиозная вот если бы они снесли два барака враги бы медленнее шли на базу и есть шанс что этот бы барак тоже не снесли смотрите стягивается empire а спалили рубика но они не знаю что здесь все так все вернули рубика давай поехали нарезать так забирает рубика умирает дизраптер утонулся п умирает нет вовремя очень вовремя ультанула брю мастер умирает огор давай давай убираю убивай сэфэ ну ну ой все сэфэ отрегенился короче минус 4 здесь даже говорить нечего просто минус 4 сэфэ тупо отрегенился с руки получили голды по тысяче вы из сэфэ и ёжик это вот топовые герои команды хр они всю игру получают больше всего да ладно крипы сломали казарму все-таки потеряли казарму хр при этом хр не использовали никак а преимущество до того что нету четырех героев то есть они даже не пошли и не добили барак хотя можем было через бд добить да там колоссальный дамаг у сэфэ ну ничего страшного посмотрим так общая цена само собой первое место сэфэ у нас без вариантов эмпайр 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 разница по по голде у нас идет 11000 и по опыту уже больше 15000 все равно я хорошо хочу чтобы эмпайр победили я буду надеяться буду до конца болеть за них давайте у них принципе есть победные рты смотрите у бремастера есть бкб это не очень правильно ему лучше бы собрать агане потом бкп потому что у бремастера вся игра основывается именно на ульте вот и все поехали нарезать просто сейчас наглую будет опа 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 все забирает сэфэ парак давай давай нет забирает бремастер он даже помню тону в бремастер покупается убивает сэфэ молодцы умирает алюконтроп умирает рубик покупается сэфэ делает тп через травы ла умирает роль умирает огор ггвп пишут эмпайр эзи бризи по очень интересная игра да мы увидели что хр победили абсолютно заслужен кто мигает кто мигает я не понял ему такие победили абсолютно заслуженно сэфэ фармил как бог вот интересно будут глянуть следующую игру согласитесь поэтому все смотрите следующую игру я постараюсь записать потому что мне сейчас очень тяжело честно очень тяжело уже гола кружится ну ладно сейчас надо сделать перекур очень хорошего игра молодцы сэфэ реально фармил как бог empire просто не смогли и ежик тяжелый герой его тяжело было контрить empire просто не могли контрить ежика поставь лайк напиши комментарии подпишись на канал